Вы смотрите новости Израиль на RTVI в студии Анна Розина. Главная тема и сегодняшнего дня, и вчерашнего в Израиле это объявление об отставке пост преда США при ООН. Ники Хейли покинет пост в конце года, а реакции сыплются одна за другой. В стороне не остались ни лидеры государства, ни представители оппозиции. Так, бывший посол Израиля в США, заместитель министра в министерстве главы правительства Майкл Орен написал в твиттере. С большим сожалению я услышал об отставке пост преда США при ООН Ники Хейли. Она очень много сделала для США, Израиля и всего просвещенного мира, борясь против сил мрака в ООН. Израильский народ всегда будет ценить ее и желать ей успехов в ее дальнейшем пути. Лидер партии Ешатит Яйр Лапид назвал Хейли, цитата, «лучом солнца в темном царстве ООН». Конец цитаты. Лапид еще и пригласил Хейли в Израиль, пообещав, что место для нее найдется. Премьер-министр воздержался от приглашений. Беньямин Нетаньяу поблагодарил пост преда США при ООН за, как он выразился, бескомпромиссную борьбу против лицемерия ООН, за правду и справедливое отношение к Израилю. Новым пост предом США при ООН вместо Ники Хейли может стать Дина Пауэлл. В администрации Дональда Трампа она работала заместителем советника президента по нацбезопасности и советником по экономическим инвестициям. Играла активную роль в разрешении Палестино-израильского конфликта. Подала в отставку в начале 2018-го. В прошлом Пауэл официальный представитель Белого дома при Джорже Буше-младшем. Она считается квалифицированным арабистом и происходит из семьи египетских коптов. Трамп не стал отрицать, что в качестве кандидатуры на пост постпреда при ООН рассматривали и Иванку Трамп. Как известно, советник и дочь президента США приняла иудаизм, когда вышла замуж за Джареда Кушнера. Сейчас он тоже советник Трампа и занимается ближневосточными делами. Я думаю, что Иванка была бы невероятной, но это не значит, что я ее назначу, потому что меня обвинят в кумовстве. Хотя я не уверен, что кто-то есть более компетентный в мире, но окей. За комментариями я обращаюсь к политическому обозревателю израильского 9 канала Анне Раева. Анна, в Израиле многие выражают сожаления в связи с отставкой Хейли. Я тут зачитала всего три реакции, и они впечатляют. Правда ли, на ваш взгляд, что Иерусалим лишится защиты в ООН после ее ухода? И что говорят в Израиле по поводу причины отставки Хейли? Ну, несколько подвопросов. Давайте попробуем по порядку. Прежде всего, действительно, реакции в Израиле просто драматические. Более произраильского посла в ООН Израиль просто не знал в последние годы. И, разумеется, вести бы отставки была воспринята здесь очень непросто. Что касается того, что теперь ситуация будет иной, то я, честно говоря, в этом не уверена. Конечно, посмотрим, кого Дональд Трамп назначит на место Ники Хейли. Но, собственно говоря, завтра она не уходит, она еще работает некоторое время, до конца года точно. За это время будет найдена кандидатура. Понятно, что при всей произраильской своей собственной позиции, тем не менее, Ники Хейли, как посол Соединенных Штатов, выражала позицию администрации Белого дома и, прежде всего, президента Трампа. Поэтому можно не сомневаться, что Дональд Трамп найдет ей замену, в общем, примерно в том же русле, который человек этот, он или она, который станет следующим послом Соединенных Штатов в ООН, будет, по сути, продолжателем политики Соединенных Штатов, политики администрации Трампа и самого американского президента. Так что я полагаю, что более или менее здесь мы можем быть спокойны. Не могу не спросить о внутриизраильских делах. Нетаньяу на пресс-конференции заявил, что досрочные выборы возможны. А насколько это выгодно премьер-министру? На самом деле, главная сенсация, я считаю, не то, что сказал Нетаньяу на этой пресс-конференции, а сам факт того, что он на ней что-то сказал, кроме слов относительно главной темы этого мероприятия. Вообще, я хочу сказать, что я не припомню вот в эту нынешнюю, последнюю, на данный момент, каденцию Нетаньяу на посту премьер-министра, его такой вот открытой формы общения с журналистами. Он очень резко изменил свою позицию по отношению к общению с прессой. Если сравнивать Нетаньяу образца его последней премьерской каденции, Нетаньяу прошлых каденций, то он очень отдалился от журналистов, очень редко он встречается, очень редко общается, тем более, что редко вот так вот благодушно предлагает задавать ему любые вопросы, даже не по теме пресс-конференции. То есть, все на самом деле говорит в пользу того, что Нетаньяу к этим досрочным выборам готов, но, разумеется, он не хотел бы представать в образе того самого человека, который вот таким вот щелчком разваливает этот карточный домик, разваливает ныне действующую коалицию, поэтому он и скрывается за такой вот обтекаемой формулировкой. Ну, я бы, конечно, предпочел бы не развалить правительство, но если мои коалиционные партнеры не смогут договориться, то, в общем, на нет осуда нет, а причины, как вы понимаете, всегда найдутся. Есть множество подводных камней в любой коалиции, в этой тоже не исключение. И закон о призыве, и закон о геюре, и всевозможные противоречия между членами коалиции, которые лишь обостряются по мере приближения к выборам. Так что, как мы с вами уже неоднократно говорили, было бы желание и решение премьера отправить в страну на досрочный выбор, но причина всегда найдется. Спасибо. Анна Раева рассказала о реакции на отставку Ники Хейли и о пресс-конференции главы израильского правительства. Кстати, Нетаньяу отверг утверждение, согласно которым, дата выборов связана с ходом нескольких уголовных расследований против него. Я верю, что обвинения мне предъявлены не будут, заявил премьер. Премьер-министр также прокомментировал конфликт между главой Минобороны Авикдором Либерманом и министром просвещения Нафтали Беннетом. Беннет считает, что Либерман не проявляет должной настойчивости в вопросах, связанных с сектором газа. Нетаньяу заявил, что министр обороны делает свою работу. Другие министры имеют право и даже обязаны это комментировать, но для этого существует заседание кабинета. Говоря о ситуации в Газе, Нетаньяу подчеркнул, что не заинтересован в новой военной операции в секторе. «Мы предпринимаем усилия для разрешения кризиса и прекращения агрессивных действий в отношении наших граждан», отметил глава правительства. Ну а министр обороны Авикдор Либерман занят не только проблемами Газы и Сирии, но и поисками террориста, расстрелявшего в промзоне Баркана Ким Левенгронт Ехискель и Зива Хаджби. Тему продолжит Роман Янушевский. Ким похоронили поздно вечером в тот же день, когда ее убил террорист. С ней проститься пришли сотни людей. Родственники, друзья, знакомые и даже те, кто не знал ее до этого трагического дня. «Я здесь, на этих ужасных похоронах. Тут выступали разные люди. А я так и не получил ответа на свой вопрос. Кто предотвратит следующее убийство? Завтра, когда придет еще один вооруженный араб и устроит бойню в детском саду. Кто его остановит? Нам следует прекратить брать к себе на работу наших врагов». Красавица Ким работала секретарем вице-президента компании «Алон». Она оставила после себя мужа и сына. Малыша, которому недавно исполнился год и три месяца. На следующее утро в дом погибшей Ким на Шиву пришел министр образования Нафтали Беннет и обнял безутешную маму девушки. «Она же совсем девочка еще. Всего 28 лет. А он ее хладнокровно убил. Зачем? Скажите, зачем? У нее остался малыш, которому еще не исполнилось и полутора лет. Это нечестно. Так не должно быть». Повидавший в своей жизни многое, Беннет не смог удержать слез. Несколько часов спустя родители Ким и ее муж пришли проводить в последний путь Зивы Хаджби, который погиб вместе с ней. Двое похорон менее чем за сутки. Зив работал в Алоне бухгалтером. В четверг у него должен был быть день рождения. Но он не дожил до него всего несколько дней. Трое его детей, две девочки и мальчик стали сиротами. Есть еще и третья пострадавшая при нападении. 54-летняя Сара Витори. Она вышла в коридор, услышав выстрелы. И ей в живот выстрелил террорист. Ей повезло. Она выжила. Сейчас Сара Витори все еще находится в больнице Бейлинсон. По словам врачей, ее состояние улучшается. И в ближайшие дни она сможет вернуться домой к своим близким. ООН не осудила теракт в Баркане. Израильская делегация в Организации Объединенных Наций во главе с послом Дани Даноном решила в штабе ООН в Нью-Йорке представить фотографии погибших в теракте израильтян и зажечь поминальные свечи в их память. Организация Объединенных Наций не высказывалась против жестокого убийства. Но мы будем продолжать помнить и напоминать миру об отобранных жизнях невинных израильтян, о ненависти и подстрекательстве. Ни один израильтянин не будет в безопасности до тех пор, пока палестинский народ не получит прав на свою родину. Так отреагировали на теракт в Рамале. Призыв президента Израиля Ревена Ривлина к главе палестинской автономии осудить теракт не был услышан. Но вот египетский голос, вернее ультиматум, Махмуд Аббас проигнорировать не сможет, уверены в еврейском государстве. В Каире заявили, если Абумазан не начнет переговоры с Хамасом, Египет откажется от посреднических усилий. В ближайшие дни Рамалу посетит глава египетской разведки Аббас Камаль. Он отправился в Турне, в ходе которого побывает также в Израиле и Иордании. Отмечу, что Египет пытается содействовать внутрипалестинскому урегулированию, а также достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и Хамасом. В политологических кругах Израиля не исключают, что в случае, если визит Камаля будет провальным, а договоренности с Аббасом недостижимы, то Египет выступит за смену лидера палестинской автономии. Что касается Израиля, то Иерусалиму, по мнению политолога Арика Эльмана, пока не стоит предпринимать резких шагов. Израильское правительство идет по канату. С одной стороны, Израиль достаточно откровенно демонстрирует желание найти какое-то решение гуманитарных проблем в секторе газа, без того, чтобы пришлось идти на конфронтацию с Хамасом в очередной раз. В нынешнем израильском руководстве больших плюсов от такой конфронтации не видит. Мы видим, мы это заметно по поведению, так сказать, как политического, так и военного руководства. Год надвигается, это подходит к концу год, который, если в этом году не будет принято решение о досрочных выборах, то выбор в любом случае на носу. И политический дивиденд, в кавычках, или, скажем, политические последствия возможных военных операций в секторе газа предугадать очень трудно. Они далеко не всегда исторически позитивные для партии и для коалиции, которая эти мероприятия реализует. Последствия предугадать тоже тяжело. Поэтому, с другой стороны, нынешнее правое правительство не может открыто сказать своим избирателям, да, мы ведем, так сказать, диалог, пусть косвенный, пусть непрямой, но мы ведем диалог с ХАМАЗом. Мы стремимся найти какое-то палеотивное решение, которое избавит нас от необходимости применять военную силу. Еще одно государство арабского мира, с которым у Израиля есть дипломатические отношения, и Ордания не может оставаться в стороне от Палестино-израильского конфликта. Хашемитское королевство обеспечивает сохранность мусульманских и христианских святынь в Иерусалиме и продолжит этим заниматься, заявил король Ордании. Абдалла II провел встречу с израильским политическим деятелем, главой оппозиционного блока, сионистский лагерь Ави Габаим. В заявлении, касающемся переговоров, иорданская сторона отметила, что король и его гость обсудили необходимость возобновления мирного процесса, основанного на принципе «два государства для двух народов» в соответствии с международным законодательством, соответствующими резолюциями ООН и арабской мирной инициативой. И вот как прокомментировал встречу Ави Габай. Когда происходит такая встреча с королем Иорданией, очень важно доверие, поэтому есть много вещей, о которых я не могу рассказать. Я очень рад этой встрече, она была прекрасной. Я впервые встречался с королем Иорданией. Мы говорили о Ближнем Востоке, мы говорили о стабильности в отношениях между нашими странами, говорили о том, как продвигать мирный процесс. Мы очень многого достигли, мы преуспели в двусторонних отношениях. Мы уже более 20 лет живем в мире с иорданцами. Израилья не ездят в Иорданию, и иорданцы приезжают сюда. Туризм, экономические связи, контакты в сфере безопасности. Давайте проанализируем, как нам удалось достичь всего этого. Может, то же самое получится с палестинцами? Я верю, что в конечном итоге с палестинцами можно договориться и подписать долгосрочное соглашение, которое даст нам гарантии безопасности. Мы достаточно сильны для того, чтобы примириться с палестинцами. В Израиль прибыл новый посол Иордании Гасан Аль-Маджали. Копию верительных грамот он передал руководству израильского МИДа. В ближайшее время будет назначена дата официальной церемонии вручения верительных грамот президенту Израиля Ровену Ривлину. Только после этого Аль-Маджали сможет вступить в свои обязанности полномочного представителя Хашемитского королевства в еврейском государстве. Месяц назад его израильский коллега, посол Израиля в Иордании Амир Вайсброд, вручил верительные грамоты королю Абдалле II. Ранее Аман потребовал замены предыдущего посла Эйнат Шлайн после инцидента, когда охранник израильского посольства застрелил двоих иорданцев. Возврат послов знаменует собой завершение дипломатического кризиса между двумя странами. Завершение кризиса не предвидится в отношениях не только Израиля и Ирана, но и США и Ирана. Официальный Вашингтон призвал Международный суд в Гааге отклонить иск Исламской Республики к США. Напомню, что режим Айатол требует отменить санкции и, кроме того, вернуть более полутора миллиардов долларов, замороженных в банках Соединенных Штатов. Международный суд ООН начал предварительные слушания по искам Ирана против США. Тегеран подал на Вашингтон в суд в связи с односторонним выходом американской стороны из ядерной сделки. Сейчас стороны излагают жалобы. Иран требует через суд отменить американские санкции. Между тем, США отклонили требования Тегерана вернуть ему 1 миллиард 750 миллионов долларов, которые американские суды изъяли со счетов национальных банков. В 2016 году Верховный суд США постановил, что эти средства необходимо выплатить американским семьям, чьи родственники пострадали или погибли в результате бомбардировок локаций американских военных в Бейруте в 1983 году. Это дело касается мер, которые США предпринимали в течение нескольких лет, чтобы помочь жертвам терроризма привлекать Иран к ответственности за теракты. На прошлой неделе суд вынес предварительное постановление, согласно которому США должны отменить санкции в отношении гуманитарной помощи для Ирана, а также товаров, связанных с гражданской авиацией. Суд также призвал обе стороны отказаться от действий, которые могут усугубить разногласия. Тем временем США считают, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения подобного дела и говорят, что все его решения не будут иметь обязательной силы для Вашингтона. Глава парламента Ирана Алила Реджани считает, что Израиль не способен ударить по зенитно-ракетному комплексу С-300 в Сирии. А Россия имеет право на развертывание ЗРК и защиту своих интересов, особенно после, цитата, «нападения Израиля на российский самолет», заявил Алила Реджани. Напомню, что 17 сентября сирийцы с помощью своей установки С-200 сбили российский Ил-20, приняв его за израильские Ф-16. Ранее министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби заявил, что поставки С-300 Асаду, а это три дивизиона, то есть 24 установки, не повлияют на эффективность американских истребителей Ф-35, которые стоят на вооружении израильских ВВС. В Российском министерстве обороны особо подчеркнули, что все С-300 отремонтированы и переданы сирийцам абсолютно бесплатно. И в завершении выпуска немного доказательств. Управление древности представило на специальной пресс-конференции в Музее Израиля уникальную археологическую находку. Собравшимся продемонстрировали надпись на фронтоне дома эпохи Второго Храма, первого столетия до нашей эры, на которой слово «Иерусалим» высечено на иврите. Фрагмент каменной колонны был обнаружен при прокладке шоссе в районе Дворца Конгрессов Беньянеяума. Надпись – самая древняя из всех имеющихся на данный момент, где название столицы еврейского государства может прочитать любой израильский школьник. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи на РТВА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова